Настоящий волшебный сад разбили в своем дворе жители дома номер 6 по улице Березовой. Среди цветов и зеленых насаждений, цветов, кустов и даже кедров, умело созданные руками местных умельцев фигуры насекомых, птиц и животных. Посадила здесь кусты эти белые, с той стороны, вот уже дальше пошло в этом году впервые. Здесь вот из орешки высадила кедр, видите, растет. Вот им как раз маленькие из орехов вырастили, из Сибири привезли. Ну и пока строился детсад, оттуда вот возила на колясочке все камни, чтобы обложить, чтобы красиво было. В прошлом году двор дома номер 6 по улице Березовой занял первое место в номинации «Лучше оформлений и содержание прилегающей территории», созданной гражданами и инициативными группами. В городском конкурсе за вклад в благоустройство Сарова. Вот в том году за первое место мне выделили премию, я купила шланг теперь 25 метров, и теперь вот я утром вышла, сегодня полшестого, за два часа все полила. Принять участие в конкурсе Вера Павловна решила и в этом году. Чтобы в очередной раз удивить жюри, она мастерит новые скульптурные композиции и планирует расширить благоустроенную территорию. Конкуренция на конкурсе серьезная. Как отмечает в департаменте городского хозяйства, красивых и ухоженных дворов в Сарове немало. Именно таких граждан мы приглашаем принять участие в конкурсе. Чтобы принять участие, нужно подать заявление в департамент городского хозяйства, письменное, и предоставить фотографию своего объекта. Принять участие можно в двух номинациях «Лучшее оформление и содержание объекта конкурса прилегающей территории, созданное организациями города», и «Лучшее оформление и содержание прилегающей территории, созданное гражданами Сарова и инициативными группами». Хочется людей как-то поощрить, потому что у нас достаточно неплохие призы. В трех номинациях у нас первое, второе и третье место. То есть это сертификаты в хозяйственные магазины, например, где можно купить какое-то оборудование, семена. Заявки на участие в конкурсе в департаменте городского хозяйства принимаются до 1 сентября. Более подробную информацию можно получить по телефону 97768. Имена победителей станут известны в декабре. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24.